МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедший июль показал, что белорусская погода может преподносить неприятные сюрпризы. Разгулявшаяся стихия оставила после себя сотни гектаров поврежденного леса. Сильные ливни и шквалистый ветер, порывы которого достигали скорости в 29 метров в секунду. Природный катаклизм затронул все регионы нашей страны, но особый удар приняли на себя Гомельская и Витебская области. По ним ураган прошел буквально полосой, разрушая все на своем пути. Первая волна стихии пришлась на начало июля. В дальнейшем, буквально через пару недель, она повторилась. На данный момент работы ведутся с водной командой. Параллельно не мешает это проведению мероприятий боевой подготовки, выполнению плана подготовки воинской части по предназначению. Военнослужащие обеспечены всеми средствами, необходимыми для проведения работ, в том числе техникой, инвентарем и необходимыми средствами защиты. Меры по устранению буреломов не заставили себя долго ждать. Необходимо было не только убрать все поваленное, а в Гомельской области сплошной рубке подлежали 14 тысяч гектаров лесонасаждений. Поручение от президента восстановить нормальную жизнь для людей и переработать все ветровальные деревья. Срок вы умрите, но сделайте. И имейте в виду, мы перепроверим. Вранья быть не должны. Упаси вас, Господь, будет какое-то вранье. Это спрос будет жестче, чем за то, что вы не убрали где-то. На Полочине из-за июльских ураганов пострадало немало автомобилей, с домов в прямом смысле сносило крышу. В Бельском лесничестве, к примеру, стихия повредила и частично уничтожила 17 гектаров леса. Работы мы проводили первоначально по разработке ветровалов, в которой были переварены дороги, подъездные пути к основным деревням, населенным пунктам, к линиям электропередач. Ну а в данный момент сейчас мы проводим уже разработку вдоль дороги здесь. Освобождаем, наводим порядок. Разработку ведет Харвестер, потому что здесь ветровал. Люди здесь зайти не могут, не видно ничего, где камель, где макушка, все, скажем так, закрыто ветвями. Поэтому разработку производят по Харвестер, обеспечение безопасности людей. А после того, как уже Харвестер разработал ветровал, приходят сюда люди, приходит сюда техника, которая работает на вывозке этой заготовленной древесины. Древесины убираются, порубочные остатки тоже убираются, слаживаются, культуриваются. Белорусские леса требовали восстановления, для чего в стране запустили добровольную акцию «Дай лесу новое житье». Помощь лесничествам стала настоящим трендом этого октября. Старт марафона озеленения дали 12 октября, открыл его глава государства, ведь устранение последствий урагана стало общим делом без исключения всех белорусов. К новому тренду быстро подключились все неравнодушные белорусы. На помощь к полуцкому лесничеству пришли молодежь и трудовые коллективы. Кропотливая работа по высадке молодых деревьев не стала препятствием на пути к восстановлению лесов региона. Сегодня мы восстанавливаем участок леса, который был поврежден сильными ветрами, которые прошли этим летом по Полоцкому району. В Полоцком лесхозе больше всего пострадало бельское лесничество. Здесь повреждено ветровалами 18 гектар леса. Это только сплошных рубок, не считая выборочных. Эти 18 гектар уже разработаны, убрана ветровально-буреломная древесина, вывезена. И мы уже приступили к лесовосстановлению этих участков. Площадь этого участка 1,4 гектара. Высаживаем здесь сосна, ель. Не первый год нам уже учащиеся школой помогают в восстановлении леса, лесоразведении. Около 7 лет, наверное, мы на протяжении уже работаем со школой. Благодаря их помощи десятки гектаров уже были восстановлены, посажены, дополнены. На протяжении 7 лет мы приходим на помощь бельскому лесничеству. Мы сажаем ели, сосны и лиственные деревья. С уверенностью можем сказать, что ближайшие территории вокруг засажены нами. Поверьте, что каждый из нас оставляет здесь частичку себя. Лесу быть! Лес будущего в наших руках. Представители администрации Витебской области наглядно продемонстрировали важность экологической компании в Фариновском лесу. Совместными усилиями с членами общественных объединений и молодежью высадили порядка 7 тысяч саженцев берез и сосен. Все буреломы, которые прошли, конечно, они дали дополнительный толчок к тому, чтобы более активно включиться в работу по лесосбережению и лесовосстановлению. Очень приятно, что эта акция проходит у меня на моей малой родине. И надо сказать, что в целом эта работа уходит своими корнями на многие десятилетия назад, потому что я в таких же акциях принимал участие, еще будучи школьником. Уверен, что из тех ребят, которые вложили свою силу, свой труд, где-то частичка своей души в восстановление лесов, они укрепятся в своей такой гражданской позиции. Это ребята настоящие патриоты и достойное будущее нашей страны. Мы высаживаем саженцы хвойных пород деревьев и лиственных также, для того, чтобы в последующем передать это все нашим детям, внукам, правнукам, для того, чтобы воздух в нашей стране всегда был чистым, свежим. Люди всегда могли пройти, прогуляться, подышать полной грудью, зарядиться прекрасным настроением, бодростью духа, ну и вспомнить, возможно, всех нас добрым словом о том, что мы оставили после себя хорошую, прекрасную зеленую зону. Во-первых, это очень важно. У нас страна, в принципе, можно сказать, зеленая, много лесов, озер. Поэтому для нашей страны это в первую очередь важно, даже не по аксам, а просто для того, чтобы наш лес оставался таким же могучим, сильным и красивым. Наши леса – это наши легкие, мы этим дышим, и поэтому я считаю, что такие аксы должны проводиться намного чаще. Они действительно имеют такую важность, особенно в нашем городе, так как мы часто такое проводим. Мы часто куда-то выезжаем высаживать деревья, всякие туйки. На это можно посмотреть через 40 лет, через 50 лет, это все останется, и таким образом мы приносим пользу в мир. Жителей разных уголков Беларуси объединила общая миссия – внести свой вклад в чистое и светлое будущее нашей страны, что наглядно демонстрирует итоги месячной акции. По всей республике высажено более 34 миллионов саженцев и восстановлено 5000 гектаров леса. Хочу поблагодарить всех беларусов, которые откликнулись на инициативу президента страны. И на самом деле мы достойно завершаем этот месячник. Я думаю, что через десятилетия на тех площадках, где мы работали, зазеленеют настоящие дубравы. Поздравляю всех с таким, наверное, эффективной, с такой эффективной работой. Беларусь славится своей природой, и даже стихия не сможет это изменить. А беларусы всегда отличались активной гражданской позицией, ответственностью и неравнодушием к родине. Мы в очередной раз доказали – маленького вклада в большое дело не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова